Шалом, мои дорогие друзья! С вами Равин Каплан и сегодня мы поговорим о Йом-Кипуре. Йом-Кипур, как вы знаете, самый важный из праздников, день поста, покаяния и отпущения грехов. Отмечается он в 10 день месяца Тишрея, завершая 10 дней покаяния или, как еще их называют, днями трепет. То есть это период 10 дней между Рожа Шана и Йом-Кипуром. В это время, дорогие друзья, решается судьба каждого из нас на наступающий год. И религиозные люди пытаются зарекомендовать себя с хорошей стороны перед Всевышним. Кульминация этого периода Йом-Кипур, когда вынесенный каждому приговор, утверждается небесным судом и к этой дате стараются подойти в полной готовности. Это нашло отражение в нашем законодательстве. С кануном Йом-Кипура, то есть 10 числа месяца Тишрей, связано много законов и обычаев, о которых мы сегодня и поговорим. Среди традиций, принятых накануне Йом-Кипура, это пожелание хорошей записи в книгу «Жизнь» Гмар-Хатима Тува. Это пожелание легкого поста и обычаев просить прощения у всех людей. Согласно Торе, главной задачей всего дня Йом-Кипура является исправление и очищение. Традиционно в этот день верующие соблюдают почти 25-часовое воздержание от приема пищи, например, ну и еще 4 других вещи, проходя большую часть дня в усиленных молитвах и в обязательном порядке посещая синагогу. Также считается, что подлинная богобоязненность выражается прежде всего в межчеловеческих отношениях. Поэтому начинать, улаживая, так сказать, свои отношения со Всевышним, надо именно с этих аспектов жизни. По Талмуду Йома 87а день искупления очищает лишь от грехов, совершенных по отношению к Творцу, таких как, к примеру, нарушение субботы, кашрута, ну и других законов. Как говорит Тора, вы очиститесь от всех ваших грехов перед Всевышним. Вайкра 16.3 Однако, если человек словом или делом обидел другого человека, то простить его может только сам обиженный человек. Накануне дня искупления мы особенно заботимся о том, чтобы предстать перед Всевышним обновленным. Поэтому непременно просят прощения друг у друга за совершенные провинности. До наступления Йом Кипура необходимо также рассчитаться с долгами и выполнить, дорогие друзья, все свои обязательства, принятые в течение всего года. На вечернее богослужение, то есть молитву, мужчины надевают талит. Это единственный раз в году, когда талит надевается на вечернюю службу. Молитва Йом Кипура начинается с произнесения молитвы «Коль Недрей», после которой читается «Маариф» – вечерняя молитва, которая включает в себя дополнительные молитвы «Слихот». Это молитва освобождения, то есть «Коль Недрей» от обетов. В ней есть такие слова «Пусть будут они упразднены, отменены, пусть станут недействительными, пусть обеты наши не будут обетами, а запреты наши запретами и клятвы клятвами». Существует также обычай в этот день надевать белые одежды и желать друг другу легкого поста и хорошей записи «Гмар», «Хатима», «Тува» в «Книгу жизни», как мы уже сказали. Эта сторона праздника достаточно хорошо известна многим. Между тем, все еврейские праздники включают в себя внутреннюю, актуальную во все времена информацию. Показательно, что в Йом-Кипур эту информацию передают практически, дорогие друзья, открытым текстом. Речь идет, конечно же, о книге пророка Йоны, которую читают в Йом-Кипур. Приключения главного героя книги пророка Йоны, сына Амитая, по сегодняшний день вызывают много споров, поскольку очень трудно согласиться с тем посланием, которое этот текст несет. Однако, не будем торопиться с выводами и перейдем к сюжету этой книги. История начинается с того, что Всевышний приказывает пророку Йоне отправиться в языческий город Ни-Невию и объявить жителям об их грехах. Йона должен рассказать жителям города о принципах братства и взаимной любви, которые помогли когда-то Аврааму создать единый народ из разноплемененных вавилонян. Так, тогда как сегодня подобные идеи воспринимаются неоднозначно. Это абсолютно, так сказать, нереально. Неудивительно, что вместо того, чтобы немедленно приступить к исполнению миссии, Йона ударился в бега. Добравшись до порта, он покупает место на корабле и спешно отплывает в открытое море. Корабель, на котором Йона пытался совершить побег, попал в сильный шторм. Когда положение стало угрожающим, матросы в панике начали выкидывать за борт лишние вещи и возносить молитвы свои к их богам. Тем временем Йона, как ни в чем не бывало, отправляется в трюм спать. Перед нами, дорогие друзья, прямая аналогия с происходящим в наше время на нашем общем, так сказать, корабле на нашей планете. Те, кто могут спастись, наш корабль, что называется, спят. Мы должны существовать, так сказать, не в качестве обособленной части человечества, а в качестве всеобщего духовного достояния. Для того, чтобы возвыситься вместе с ним, то есть с человечеством, повлиять на него и подвергнуться его, так сказать, влиянию. Далее в повествовании, дорогие друзья, наступает кульминация. Капитан находит спящего Йону и требует, чтобы тот, как и все остальные, начал молиться за спасение корабля. Уже на палубе Йона признается, что бежал от Всевышнего. Матросы в ужасе, они не знают, что им делать дальше. Казалось бы, в этой ситуации Йона должен раскаяться и согласиться выполнить задание Всевышнего. Но этого не происходит. Йона предлагает матросам выбросить его за борт. Здравый смысл, жизненный опыт, все говорит Йоне о том, что порученное задание невыполнимо. Мисеба, так сказать, невыполнимо. Легко умереть, чем изменить отношение человека к принципе возле ближнего, как самого себя. Однако попытка Йоны таким образом уклониться от задания проваливается, поскольку относительно Йоны, как и по отношению всего нашего народа, существуют у Всевышнего другие планы. Именно поэтому герой повествования не погибает. Его проглатывает огромная рыба. В итоге, после пребывания внутри рыбы, Йона все-таки отправляется в заданную страну и выполняет возложенное на него задание. Наш народ, дорогие друзья, был изначально создан на принципе возлюбив ближнего, как самого себя. Эта идея находится внутри народа, как ДНК в клетке. Поэтому от реализации идеи единства невозможно уйти, убежать, уплыть и даже улететь. Единство должно воплотиться в жизнь как на уровне народа, так и на уровне всего мира. Слово кипур, в своей очереди, искупление имеет множество смыслов. И все они указывают на внутреннюю суть Йом-Кипура. Однокоренное с ним слово копора означает также покрытие. Не случайно крышка ковчега Завета в храме называется Капорет. Так и искупление покрывает, так сказать, наши грехи. Кроме того, слово копора намекает на выкуп, кофер, то есть замену. Грехи, исходящие от сил нечистоты, как бы получают замену в виде козла для Азазеля. Как мы знаем, козла отпущения. Помимо упомянутых, слово копора имеет еще один смысл – очищение. Ведь искупление очищает нас от греха и скверны. И еще копора может означать отмену, устранение. Именно в этом смысле однокоренное слово употреблено от имени нашего прадца Яакова в стихе «Уйму ахапра» – грех его. Берешит 32.21. Кроме того, копора может означать благовоние. В таком смысле однокоренное слово употребляется в стихе «кисть кофера», то есть «друг мой для меня в виноградниках Эйн Геди». Шир Гаширим 1.14. Это намек, дорогие друзья, что если человек совершает покаяние, движущий любовью ко Всевышнему, то его преднамеренные грехи превращаются в заслуги и начинают испытывать благовоние. Таким мы можем увидеть Йом-Кипур. Морская буря – это тот самый день, когда принято оценивать нашу деятельность в прошедшем году. Морская буря, в которую попал корабль Йоны, прекрасно иллюстрирует то, что происходит в нашем мире. Каждый человек понимает, что дальше так продолжаться не может. Постепенно все больше и больше людей на планете понимают, что именно в наших взаимоотношениях, дорогие друзья, заключается суть проблемы и ее решения одновременно. Дорогие друзья, давайте жить дружно. Этого я нам всем и желаю. Браха вацлаха, гмар хатима тува, всего самого доброго, побольше здоровья, ваш Равин Каплан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова